Ну а сейчас о главных темах выпуска более подробно. Этого события жители микрорайонов Заря и Дружба поселка Заречного ждали долгих пять лет. И вот наконец-то свершилось. Природный газ пришел и в эту часть поселка. Первый репортаж выпуска с места события. Сегодня разделить радость жителей микрорайона Дружба по случаю пуска природного газа приехали гости. Конечно, каждая хозяйка понимает и каждый хозяин понимает, как это много значит уйти от дров и перейти к этому топливу. Конечно, все это произошло при инициативной группе, прежде всего, кооператива. Конечно, это произошло не без участия поселения и депутатов поселения, и главы поселения. И, конечно, это произошло в результате все-таки порядка больше половины здесь краевых средств. Я вас поздравляю с этим событием замечательным. Мы, кто с газом живем, давно же к этому привыкли. А за вас остается порадоваться, потому что у вас новые чувства, новые пожелания впереди и новые ощущения. Желаю вам всего доброго, здоровья и, самое главное, тепла в вашем каждом доме. Сегодня действительно значимое мероприятие и событие на территории всего нашего поселения. На сегодняшний день у нас порядка 90% населения газифицировано. Остались те моменты газификации по вновь образовывающимся улицам. Я думаю, что эта задача, несмотря на то, что Владимир Григорьевич говорит, да, действительно, мы запрыгнули в последний вагон по софинансированию краевым федеральным бюджетом, но я думаю, что на месте ничего не стоит, программы будут работать, и мы будем отмечать такие праздники и мероприятия на территории южненского поселения в разрезе каждого населенного пункта. Право зажечь факел было предоставлено заместителем руководителя предприятия «Белореченск райгаз» Владимиру Злому. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал в пуске газа в наш микрорайон. Пожелать им всем здоровья и вот таких добрые дела делать всем. Мы очень рады. А вы своему председателю так аплодировали? Аплодировали и кричали «Молодец! Она инициатор! Мы приехали сюда жить, не думали даже, что газ будет. Она собрала собрание, предложила нам провести газ, мы большинством согласились. И, конечно, у нее нервы хорошие, она выдержала, выстояла. Мы очень рады. Мы очень рады. Мы ждали этого дня, готовились к нему и теперь очень рады. Осталось только подписать нам проект. Нет, подсоединить. И у меня уже готово все. Подсоединить только это. К концу сентября думаем. И приемку сделать, и все. Сегодня уже все волнения и пятилетние хлопоты по проектированию газопровода, сбору средств позади. Самое время, чтобы от имени Южненской администрации поблагодарить за активность в газификации газовиков и инициативную группу местного газового кооператива. Люди отзывчивые, я вам хочу сказать. Ну, потом финансы получились от краевых, краевые бюджеты. Очень помогал Виктор Михайлович Наумов, очень он нам помогал. Он такой тоже душа человек, он очень хорошо нам помогал. Виталий Михайлович, вот сейчас он молодой, энергичный. Вот с его помощью, конечно, мы вот подключились, как бы получается. Горгаз нам помогал, Карасев Александр очень хорошо помогал нам. Ну, я могу сказать, что люди очень хорошие, все ответственные. Все вот, если кому-то сказал, что-то надо сделать, они обязательно откликнутся. И все мы ждали этого газа с нетерпением, с большим просто. Было много разговоров, что зачем это вообще кому нужно. Никто это вообще не могли даже этому верить. Ну, кто верил, тот победил. А те, кто не верил, вот сейчас смотрите. 20 домовладений микрорайона «Дружба» уже готовы к подключению к основному газопроводу. Всего же, благодаря нынешнему событию, в эту зиму смогут пользоваться природным газом еще более 200 жителей поселка Заречного. Наталья Пугачева, Сергей Севастьянов. События и люди.